Итак, мы продолжаем нашу конференцию Ковач Конф. И сейчас будет две презентации. В зале номер один Игорь Дрыков, основатель футбольной академии будущего Ринус, экстренер футбольной академии Локомотив, будет рассказывать о том, какой стиль обучения современного детского тренера. И в зале номер два Юрий Нагайцев, тренер футбольного клуба Ахмат с темой от детского тренера до тренера с лицензией UEFA PRO. Юрий Нагайцев, тренер UEFA PRO, как сказал старший тренер футбольного клуба Ахмат, проработал достаточно во многих клубах и имеет огромный опыт. Рига, сборная Латвии, Академия футбольного клуба Локомотив Москва, Академия Ювентус, Строгино, спортивный директор Академии Nike, лектор Академии тренерского мастерства РФС, старший тренер Латвийской Федерации Футбола и другие многие регалии. Поэтому давайте послушаем его опыт и практические рекомендации человека, который прошел этот нелегкий путь от детского тренера до тренера клуба Российской премьер-лиги и категории UEFA PRO. Игорь, тебе слово, да, ты можешь начинать. Видно презентацию? Да. То есть все, можно, да, начинать. Коллеги, всем здравствуйте. Тема «Стиль обучения современного детского тренера». Во времени ограниченный, постараюсь уложиться, да, хоть это будет и тяжело. Начинаю всегда все свои презентации, все свои мысли с одного такого предисловия, что все, что в этой презентации, это мое личное мнение, это мой опыт, мое видение футбола, моя философия обучения. Это не значит, что так нужно тренировать, это не значит, что я тренирую правильно. Я пришел сюда просто, чтобы поделиться опытом своим. Как правильно тренировать, как неправильно тренировать, да, это такое понятие растяжимое, поэтому к этому нужно относиться именно так, что это обмен опытом. Прежде чем приступить к тому, как мы учим, да, хочется поделиться вообще философией обучения, да, и здесь главные мои именно принципы обучения, которые я проповедую, на которых я двигаюсь. И первый момент это то, что во главе моего обучения всегда стоит тактика и понимание футбола, да. Если большинство тренеров, возможно, ставит во главу угла либо технику, либо физические качества, да, и когда мы подойдем, например, к 90% тренеров России и спросим во вторник, что сегодня на тренировке, ну, скорее всего, вам скажут быстрота. Или подойдем в среду на тренировку, спросим, что у тебя сегодня. Возможно, вам ответит скорость на силовая, да. У нас таких слов нету, и физические качества у нас идут в самом конце, и во главе угла всегда тактика, понимание игры. Ключевое, что тактика – это не моделирование, перестроение слева направо. Тактика – это понимание футбола и принятие решений. От этого отталкивается строение тренировки, и от этого отталкивается микроцикл, мезоцикл, макроцикл. И неважно, 7 лет детям, 8 лет детям, 15 лет – все равно это будет номером один. Все остальное уже будет дополнять. Теперь к самой тренировке. Когда мы проводим тренировку, да, самая главная задача всегда у нас – это улучшить процесс принятия решений. То есть по минимуму у нас изолированных упражнений, и мы никогда не тренируем физические качества, изолированным методом. То есть лесенки, барьеры и так далее. И даже когда мы тренируем технику, это тоже не голая техника, это всегда техника плюс какой-то принцип. То есть мы не отделяем так, что техника тренируется отдельно, тактика тренируется отдельно, физика тренируется отдельно, а потом все это вместе хотим соединить и получить какого-то футболиста. Но опять научно уже доказано и Барселоной, и другими топ-клубами, топ-академиями, что этот подход уже давно не работает, и нам нужно что-то поменять. Самый простой пример. У нас есть задача улучшить прием передачи мяча. Одни тренеры будут стоять напротив друг друга, ставить детей напротив друг друга и передавать пасы, или вставать у стенки и 40 минут бить в стену. Мы предпочитаем передачи по ромбу, где можно тренировать не только пас, где можно тренировать правильное расположение корпуса, можно тренировать своевременность открываний, можно тренировать правильные приемы, можно тренировать не поперечные пасы прямые, а диагональные передачи. То есть вроде задача одна и та же, передача пасов, но в одном просто пасы в варианте, а в другом варианте, где есть и техника, и какие-то тактические принципы, которые мы переносим в игру. Мы называем это функциональной техникой. То есть изоляция, она как бы с какой-то идеей, с какой-то направленностью. Мы всегда делаем не больше одного изолированного упражнения в тренировке, и оно всегда идет с каким-то принципом, с каким-то направлением. То есть игровой метод у нас во главе. И многие говорят, что игровой метод – это хорошо, это лучше. И я попытаюсь вот сейчас объяснить, почему мы всегда за игровой метод. Первое – это мотивация футболистов, потому что мы часто как тренеры думаем, что сейчас научим играть футболистов изолированными упражнениями, что три раза в неделю они к нам придут, мы дадим им по 50 минут скучных упражнений, и они научатся. Но, как показывает практика, ни один футболист из профессионального футбола не заиграл в футбол на тренировках. То есть все футболисты каждый день тренировались сами. И ни один футболист не выйдет во двор, если ему на тренировках будет скучно. Наша задача – привить любовь к футболу, самое главное. И если тренер будет проводить тренировки интересные, а игровой метод – это внутренняя мотивация и интерес, то футболисты сами будут тренироваться дома, во дворе и где угодно. И нам не нужно будет заставлять делать какие-то домашние задания, как часто сейчас это принято. Не нужно будет упрашивать, проверять по видео, кто сделал, кто не сделал. То есть футболисты это будут делать сами, потому что тренировки интересные. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...